Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я собрал вас для того, чтобы сообщить про неприятное произвести. Дело в том, что никто из вас не угадал. Ну и не умудрено, конечно, ребята. Дело в том, что для того, чтобы отгадать этот квест, нужно было знать меня лично. А это знает только жена, моя сестра, ну и еще пара человек. Так вот, вы пытались начать с того, что как бы у тебя стилистики, как бы нет опыта. Ребята, опыт, он нарабатывается. Он нарабатывается без проблем. Потом были мысли о том, что, возможно, уже кризис жанра наступил, больше ничего не умеешь готовить. Ну, во-первых, если ты не умеешь, то научишься, да? А во-вторых, я вам признаюсь, что полгода как-то я был безработным, когда по болезни потерял работу и потом полгода не мог найти. И вот эти полгода я кормил свою семью, чтобы не чувствовать как-то какую-то ущемленность свою. Я варил борщи, каши, там, картошки, салаты и так далее. Поэтому, как бы, опыт есть. Есть. Это не проблема. А тем более, что, ну, такой большой тут диапазон, что хочешь варить, все равно будет хорошо, главное, красиво. Были попытки жене, как бы, сделать некоторые упреки, что вот жена приехала и жена у меня, святой человек. Она мне помогает во всем. Она мне покупает даже продукты, когда мне некогда или еще что-нибудь. Дарит мне вот такие салонки красивые всякие, чтобы у меня все было хорошо, чтобы я был радостный. Тонша говорит, когда у тебя хорошее настроение, у меня тоже. Правильно. А потом еще было такое предположение, что вот тут дым коромыслом стоит, жиры всякие и так далее. Но, вы знаете, дело в том, что когда ты имеешь студию в 100 квадратов, да, и когда она принадлежит только тебе, я здесь, никто здесь не ходит больше, то есть я сосредоточен на предметной фотографии и мне практически больше никто здесь и не нужен. А кто приходит, того я принимаю у себя в бюро, которое тоже 30 квадратов, и поэтому это тоже не проблема. Ричард потерял мячик, а я уже чувствую. Так вот, к сожалению, это все неправильные ответы, вплоть до того, что, может быть, я поправился. Я еще не поправился, я еще не набрал свои 90 килограмм, которые потерял в войне и без жены. Нет, 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 купить продукты у нас без проблем, у меня три магазина тут в 100 метрах и машина под попой. Нет, и это нет, и это нет, и поэтому сейчас я вам открою секрет. Он заключается в том, что я ненавижу мыть посуду. Ребята, это так действительно тривиально. После фуд-фотографии остается масса посуды, масса, которую я должен тащить на кухню, у меня есть кухня. Там я должен мыть, а так как там нет постоянно горячей воды, я должен включать этот обогреватель, а он то горячий, то холодный, то я обжигаюсь, то все в жру. И вообще, вот это я не люблю. Это знает моя жена, это знает моя сестра, это знала моя мама. Я это терпеть ненавижу. Я буду делать все, что угодно, лишь бы не мыть посуду. Я еще не люблю мыть пол. Это все с детства, все с детства, это все по Фрейду. Так что, увы вам. Но, ребята, дело в том, что я хочу остаться с вами честным. Естественно, это было трудно. А такое отгадать вы не предполагали, да? Я предлагаю вам вот что. Воскресенье, это, по-моему, это будет пятнадцатое. Мы с вами определимся по времени. Как это лучше сделать, напишите мне в комментариях. Я сделаю вебинар. Я сделаю вебинар. Я приурочу это к тому, что я буду делать обзор работ, которые новогоднее задание было. Я сделаю там на виду критику, может быть, или наоборот. И после этого у нас с вами будет час-полтора для того, чтобы пообщаться. Я готов потратить свое время и с вами пообщаться, и ответить на те вопросы, которые у вас могли возникнуть за время нашего знакомства, на которых у вас пока нет ответов. Договорились? Ну вот. А сегодня мы с вами должны будем сделать парочку еще таких стоково-фудовых видео. Вот. Вернее, да, видео я сделаю, фотографии. Вообще, я решил так, что к фуду я буду относить все, что я варю и фотографирую. А к стоку, то, что я не варю. Так вот, что нам потребуется? Нам потребуется капусточка, нам потребуется тост. Тосты нам потребуется, потом майонез, чеснок, яйца и, пожалуй, а нет, еще лучок, лучок, лучок. Пожалуй, все. Ну, а пока я включу сейчас яйцеварку, сделаю пару хлебцов и мы с вами начнем все это собирать. И это не показывается, что здесь показывается. Воронные яйца. Ну, прежде всего, мы сейчас сделаем намазочку. Возьмем майонезы. Достаточно будет. На пару бутербродиков-то. И вилочкой все это размешаем. Так, хлебцы у нас эти поджарились. Давайте теперь нанесем сюда аккуратненько. Вот так. Ну, а теперь надо очистить и порезать вот такими дольками яички. Теперь аккуратненько выложить их сюда на тарелочку. Сначала которые побольше. Вот так, чтобы они поддерживали нам. Теперь сюда аккуратно накладываем яички сами, дольки эти. Так как я сюда положил свежие маленькие помидорки, мне хотелось бы, чтобы что-то перекликалось. Ну, пока я ничего не нашел, как вот немножко икры подложить. Чуть-чуть так сверху. Здесь мы положим веточку петрушечки. Вот так. Все будет. Должно быть красиво. Теперь на фотографическую. Столб и фотографируем. На нашей площадке наш замечательный бутербродик. Ох, я съем его сейчас. Как только сфотографирую. Так вот, вы видите, что у меня перестановочка небольшая произошла. То есть я подключил сейчас тяжелую артиллерию. Я готовлюсь к завтрашнему дню, что будет завтра, расскажу завтра. А сегодня будьте готовы к тому, что я работаю со своими давнишними вспышками. Они мне сейчас будут очень нужны. И не пугайтесь. Дело в том, что свет сверху, свет сбоку, свет от отражателя. Я множество раз вам показывал, что можно обходиться без вот этого всего. Но то, что я планирую делать завтра, мне необходимо вот это оборудование. Поэтому я им сейчас и воспользуюсь. Для вас будет интересно то, каким образом свет влияет на тот или другой рисунок. Сейчас мы с вами это все пройдем. Итак, свет сверху. Нажимаем. Как вы видите, ну да, оно осветили. Можно было посильнее, конечно. Но дело в том, что я знаю, что я буду использовать еще вспышки. Как минимум три. И посему я оставляю вот на такой. На камере у меня стоит 1,160 выдержка и 16 диафрагма. То есть обычный режим, в котором я работаю. И за, конечно, 100. Так, теперь я подключу сюда вот этот софтбокс. Он будет у нас играть роль подсветки сейчас. Да? Смотрим, как оно повлияет. Подсветочка. Вот так. Видите? Давайте сравним. Вот, ого. И после того. Так, подсветили. Хорошо. Теперь, видите, сзади эти маленькие кустики петрушки. Мне бы хотелось, чтобы они как-то зазвучали. Конечно, мы могли бы вот здесь поставить отражатель. И этим отражателем этого же самого добиться. Ну, раз у меня стоит моя вспышка, софтбокс, стрип, то я ее и включу сейчас. Делаем. Вот. Сравниваем тоже до того, после того. Вы видите, и задний помидорчик там осветился. Все стало хорошо. Так. Идем дальше. Последнее, что бы мне хотелось, это посветить бусинке вот этой икры. Для этого я сейчас возьму тубус. Я надеюсь, его видно. Чуть-чуть приопущу. Вот так. Направлю только на эти самые половинки яичек с икрой. И тоже сделаю снимок. Все. Больше нам ничего не нужно. Вот теперь появилась такая небольшая праздничность. То есть, пятно вот это яркое. Посмотрите, вот. До того. После того. Ну, дорогие друзья, приступаем к заключительной части нашего видео. Дегустации. Хотя, что тут можно было неправильно сделать, я не знаю. То есть, оно само по себе уже выглядит вкусно. И получилась у нас вот такая работа. То есть, на мой взгляд, довольно-таки хорошая такая. Все показано хорошо. Я хотел сегодня сделать две части, но вы знаете, я понял, что я сегодня еще не кушал. И поэтому я сейчас сначала поем. А потом посмотрю, если у меня время останется, то я сделаю. Если нет, то, ну, перенесем на завтра. Там вас будут ждать вот эти два приспособления. Ну, а я пока с вами, ребята, прощаюсь. Желаю вам больше фуда, больше зрелищ и больше фото. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...